Детский театр Дарунок неба Я есть Я есть этим руководителем Вот А теперь вот получилось так, что Родители, которые Всегда сопровождают малолетних детей И на репетиции И на гастроли На выступления Сказали ему Мы тоже хотим играть Мы тоже готовы Давай попробуем Он попробовал Вот у него получилось уже два спектакля Притом выбирает Виктор Пока Одного Одного драматурга Асю Котляр Почему? Ну наверное потому что мне она близка Как бы по состоянию души Она очень женский автор А коллектив у меня женский В большинстве на 99% А во-вторых У нее очень такие Социальные вопросы Которыми мы сегодня живем Которые нас волнуют Которые рядом с нами И иногда в суете В быту Мы уже не обращаем на них внимания А хочется вот именно на какие-то аспекты Какое-то внимание обратить Тоже было с бомжами Рай на земле Сейчас это люди Которые прошли войну Люди, которые Прошли не одну войну Не только Великой Отечественной Но их сегодня мало Но и афганцы И тема того В нашей кухне Тема того Что война продолжается И сегодня То есть Котляр Она живет сегодняшним днем Она Супереживает событиям Которые происходят сегодня И Я всегда говорю У Захарова есть Горин У Галины Волчук Есть Коляда Драматург Но у меня наверное Котляр Мой драматург Да, и вы держите с ней связь И вот сейчас появилась Новая пьеса Новая постановка По пьесе Аси Котляр Которая называется Наша кухня Да Ну, чтобы дальше нам Продолжить некоторый разговор Давай посмотрим отрывок из этого Давайте Эй, женщина без возраста Или ты понимаешь Свои ставления в гости Или я вас не отвечаю Ты что думаешь Я буду стоять И с этим Добавить чай И как встанешь Так и я Саду пить чай Да Но если я съем Все из этого Холодильника И меня запоминет Лечим Давай Добавлю Что там ты, Маня Ты меня слышишь Или ты уже понятна Ну И чего ты Раскричалась Не могу Жена быть На общую Кухню В таком Непотребном Виде Как ты Я должна привести себя в порядок Вдруг кто заглядывает И разберите Воня Кто это тебе сюда заглядит Кто же не сказать Как нам Кроме нашего соседа С первой глаза Иван Абрамовича Будь он не ладит Сюда никто не заглядывает Или ты думаешь Что Думаю я целью Или не думаю И нет никакого значения А скажи мне пожалуйста Почему это Иван Абрамович Будь он не ладит И ты ему глазки стройшь И заигрываешь с ним Беспристрастно А Маня Я За Эллина Я Маня Соблать Маню Кого там уже Соблать Ну Он так лет На тридцать Помоложе Ага Да он сюда И бегал На тебя Старом Посмотреть Нет На тебя Это молодую историю Маня Что-то мне не нравится Наш разговор То что он ходит Сюда из-за меня То я тебе хочу сказать Что это не гипотеза И что нечто Не теория А то что ты возглавни на себе Вот этот голодный И несчастный Иван Абрамович Ходит сюда из-за тебя То здесь я готова тебе Устанить научную конференцию Ну во-первых Он Абрамович Во-первых Он Иван Абрамович Он во-вторых Слышишь, Цил По-моему Злини уже хватит Злини Юрка у нас тоже Не маленький Да Не повезло Он уже Кому Юрочке Абрамович Дурёка А ему Циле не повезло Во-первых Или во-вторых Ему не повезло В-третьих Поверье У него Он с такими Не очень Попом Да не Попом Попом Помнишь У меня было предложение Ну не помню Когда Представь себе Только на минуточку Вышла бы я За него замуж И была бы я Циле Попова И готова Что у него Родословно Отец его был Абрам Копов Такое дивное Сочетание Сын Он был не Абрам Копов А Абрам Робинсон Кажется А Ивана Звали Янгель Ну что ты не помнишь Как в те времена Евреи Менялись Все свои Родословные Ну так вот Этот Янгель Иван Взял все Свои сбережения Целых Три с половиной Копейки И пошел В горсове Чтобы ему Поменяли Фамилию Имя И отчество Ну видимо Денег На отчество Ему не хватило А вот Если бы я Вышла За него Замуж Когда он Мне Делал Предложение Я бы была Мария Петровна Попова Ну И чего же Не вышла Я знаю Тебя Абрам Абрам Миша Пятая Трока Стыгитесь Вы ее Она вас Дохнем Не красит Я знаю Виктор Вот я хочу Спросить У тебя Ты ощущаешь Как режиссер Ведь хорошо Принимали Спектакль Да Примера Состоялась Это уже Так сказать В скобках Примера Состоялась В театре Кукол Вот Были Знающие Люди Неравнодушные Люди Это не просто Публика Которая Разбирается В театральных Делах И принимали Очень хорошо Вот Как ты думаешь Где Вот по приему Где была Ася Котляр Драматург На нее Как реагировали Или как реагировали На игру Актеров Нет Ну Знаете Текст Это одно А сыграть Это другое Совершенно другое Подать И Я очень Как бы тщательно Отношусь К тому Когда подбираю Актеров На роли Эта пьеса Тоже родилась У меня Не вчера Допустим А уже Несколько лет Назад Подбираю Но те Выборы Это не очень Много Да Поэтому Не все Пьесы Сразу Скажем Так Я вот Беру И ставлю Изначально Беру Материалы Я смотрю На своих Актеров Кто У меня Скажем Так Эта пьеса И Цицилия И Маня И Эля Вот Когда появилась Эта пьеса Я уже Понимал Что да Вот у меня Есть актрисы На эти роли Потому что Да Юмор Еврейский Какой-то Может быть Открытый Юмор Но очень Много Моментов Для меня Когда я Читал Пьесы Ну не Были Такими Смешными Чтобы Смеяться А вот Именно Игра Актеров Зои Которая Играет Цицилию Алены Которая Играет Маню Вот Они Сделали Вкусными Да Мы в театре Вкусные Эти моменты Вот Ты говоришь Хорошее слово Вкусное Как-то Избегал Того Чтобы Не было Педалирования На еврейском Акценте На На всем Этом Потому что Ну не каждый Может сыграть Таким образом Будем Вот еврейский Этот Прононс Как раньше Мы говорили Чтобы это было Действительно Вкусно Чтобы это было И не обидно И шаржировано По-настоящему И вот тут же Юмор Не только реагирует На юмор Цицилии Еврейский А и много Реакции На юмор Мани Украинская Женщина Украинская Женщина А реакция Зала идет На ее юмор Вот это Для меня Тоже очень Ценно Нам все это Понятно Потому что Одесса Рядом А извините За выражение Так Николаев Тоже Где-то Не очень Далеко Поэтому нам Все это Очень понятно Мы годами Жили В таком Соседстве В таком Обогащении В понимании Все было нормально Все было хорошо И сейчас Вообще Где-то Эта тема Уже почему-то Ну она стала Очень такой Уже И открытой И привычной По этому поводу Да Здесь вот Как бы Тут тоже Да Еврейский юмор Но здесь берется Больше Здесь вот именно Еврейка и Украинка Насколько они родные Вот я иногда Говорю перед спектаклем Что мы иногда С родными по крови Людьми Не настолько близки Сколько вот Люди с которыми Прошли через какую-то боль Какие-то испытания И чужие люди Становятся нам ближе Родственников по крови Вот та ситуация Этого спектакля Вот Циля и Маня Это две уже Ну не знаю Два сиамские близнеца Они почему они говорят С коммуналки Не хотят расселяться Они не хотят расставаться Хорошо Образ Цилии Он все-таки понятен Вот где-то даже По всему поэтому А образ Украинки Как здесь Вы в это все Выделяете Вот знаете У Котляры Если почитать У Котляры очень много Вот именно тем Посвящено украинским Женщинам Женщинам-героиням В каком плане Это не первая ее пьеса Есть еще у нее пьеса Где у нее Именно украинские женщины Которые Во время войны Спасают Спасают еврейский народ Котляр сама Она еврейка Родом из Украины И вот это Я так понимаю Может быть Я боюсь за нее отвечать Мне кажется Какая-то дань Благодарности Украинскому народу От еврейского народа В ее драматургии Она очень сильно прослеживается Давайте посмотрим Еще один отрывок Из спектакля Мама Сия Есть кто живой? Элечка Девочка Ты приехала Здравствуйте 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 Я с удовольствием Вам поздравлю Кто бы сомневался Что ты надолго Элечка Не уходи сегодня Ты же знаешь Мама будет переживать Что тебя за столом не будет От руки Вот в месяц Ничего нет Откидай Ни слуху Ни духу Хоть ты рядом живешь Не уходи Нечего с ума скобить Ничего с Васим Юрочкой Не случится Ну не скажи Не скажи Там все-таки Горячая точка До нас такие слухи Доходят Никакая Никто не заставлял Солдат Ветерсит Ну во-первых Он не солдат А майор Повторите девочка Какая профессия Родину защищать Это ты мне говоришь А что же эта Родина Тебя не защитила Когда ты едешь Сорок-ферпом За карабку Не защитила Тебя руку Или потом Она тебя не защитила Когда тебя мамка В Сарайюшке Почти три года прятала Или потом Когда твой родный Папа израилов Не смотался А тебя по органам До заскалечки Посадили Не защитила Тебя Родина А Юрка дурак Пошел за родину Не защищать И самое главное Непонятно От кого Эля Он долг Что интернационально Исполняет И ты сапрячка Не смеешь Так рассуждать О Родине Она тебя Вырастила Выкормила Образование А Юрка дурак Ладно Мамцы Глубим Дела Почти Только это вы С мамой Вырастили Выкормили И образование Дали А Родина Платила маме Мизерную пенсию За умершего Поставят ран папы Только баратника Чего сфоры И хватит об этом Где мамка На базар Пошла Стол Дела Тебя вот ждали Ой Ты что Привет Дорогая С днем рождения Не гощай За тебе Задрожья Пусть Поздравляю Поздравляю Спасибо Спасибо Ну зачем Девочки Боже Ну зачем Мы Ну не нужно Прямо Как-то Неудовно Ой Сын Ну ты же знаешь Что я их не ношу И все равно Каждый год Мне их дашь Сынечка Ну посмотри 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 Сколько их у меня Может Сынечка Сынечка Маня Ты радуйся Что я дарю тебе Эти чулки И моли Бога Манечка Чтобы они мне Эти кончились Может ты и живешь До тех пор Пока я тебе Эти дарю Сынечка 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 И удовлетворен Украинский язык Хороший Большая роль От А до Я Это вот у нее Маня И Эля Дочь Манни Играет Ання Крайняя Она когда-то говорила Что я Раньше на лидических Собраниях не могла Выступать А вот теперь Благодаря дочери Она пришла В театр Слава дочери Не дала покоя Матери И сейчас Она вот у меня Тоже она ввелась В рай на земле Вот здесь у нее Тоже первая роль От А до Я Я доволен Девочками Я доволен Здесь есть ансамбль Самое главное Нет перетаскивания Одеяла Есть Каждый знает Где сцену Где он ведет Где ведет Партнер Ну вот Очень органичный Такой живой Спектакль И подчеркиваю Еще специально Я всегда это Говорю тебе Что есть Ощущение Органического Театрального Поведения Актеров В этом спектакле Смотрим еще Отрывок Что случилось Я же верю Что ты доклапывала Второй раз Жизнь не видела тебя Плачущая Первый раз Когда отца Транили Теперь сейчас Давай Колись Овен Худем на сэ Такой его Овен Овен Ты Овен А как же, мама, что я ей сказала? Не смогла. Ребята, я боюсь, не жди, не смогла. Это ты. Это ты, брат, волк, это национально. Это твой язык. Да что ж ты такое говоришь? Мы же так не хотели, чтобы он болен на тазу. Как ты куда-то пошел? Что ты такое говоришь? Мама скоро придет. Сказать ей нужно. Сегодня, ребята, не сегодня. Она имеет право знать. А то какая разница, если будет завтра? Есть разница. Пусть она сегодня себе еще живусь вам будет. Я знаю, что такое дитяка родить. Вся жизнь, она сейчас делится на то и после. Война продолжается. Нескончаемая война. Я не даю Бог, Эля, теперь пережить войну. Можно подумать, от меня что-то зависит. Или от мамы. Или от тебя. Вы что ли ее начинаете? Зависит, конечно. Зависит. Вы пойдешь в школу работать. Ученики у тебя будут. А ты их так учи. Чтоб Гитлеров среди них не было. Чтобы помощь-то чистая была. Чтобы души не с черту не продали, берегли. Тогда и от тебя что-то зависит будет в этой жизни. Тихо. Мама идет. Пусть слезы. Пусть слезы тебе слезала. Меня сейчас надо звать и ты их будешь. Драматург Ася Котляр определила жанр своей пьесы как трагик-комедия. Ну, скорее не Ася Котляр. Это мы определили. Да ты что. Но аматорским актерам все-таки комедию сыграть еще можно. Но трагедию-то это очень трудно. Я считаю, это самый сложный жанр трагик-комедии. Даже в последнем эпизоде мы заметили, когда вот сцена плачет. И зал плакал. И вот тут момент, когда ты у меня петь и танцевать будешь. Вот перепад. Вот этот резкий перепад. И зал смеется. А смеется он уже будучи плачущим. Вот это тот момент. Я всегда почему-то вспоминаю спектакль «Поминальная молитва» Анатолия Яковлевича Литкова. Когда вот так же я сидел. Вот я плачу, и тут же, когда Виктор Александрович, пасечник, народный артист Украины, что-то выдает, начинаешь смеяться. А глаза полные слез еще от той боли, которая была. Вот знаете, вот это вот момент. Сложный жанр, но мой любимый жанр. Как ты считаешь, зритель нормально воспринялся? Это видно по отзывам. Вы тоже слышали. И будут отзывы, мы увидим с вами скоро. Но я знаю, что у нас сейчас просят этот спектакль. Мы только на этой неделе его играем три раза. Где? Ну, вы сыграли у себя. Мы сыграли у себя. Мы его сыграли уже, пригласило село Лупарь, Вавитовского района. Вот так сразу? А кто приглашает? Люди не видели. Ну, почему? Староста село Альманы была на премьере. И она нас пригласила в этот спектакль. Сейчас нас пригласило село Калиновка. Мы в воскресенье играем, как раз ко дню Людыны Пухылого Вика. Третьего числа мы играем в селе Пересадовка. Четвертого числа мы играем в селе Бармашова. Сейчас она Белозерка называется. Шестого числа планируется показ, благотворительный спектакль по сбору средств для детей-сирот в ДК «Молодежно». Ух ты! Да, спектакль, ну как бы, люди, которые увидели, вот пошла молва, знаете, вот петелька, крючочек по народу пошло, что давайте, давайте, давайте. Ничего не будешь менять вот здесь? Все тебе по душе? Понимаете, они наигрываются. Даже профессиональный театр, да, им сейчас надо разыграться. Да, да, да. Вот сейчас им надо слышать дыхание зала, потому что первый спектакль, первый, второй – это «Волнение». Мы уже сыграли его «Воскресенский» с большим успехом. Вот мы уже три спектакля после премьеры, вместе с премьерой отыграли. Сейчас они входят в раж, я так говорю. Вот они… Отходят в раж, да? Да, вот они, вот как в свое время и рай, они входили, и сейчас вот они уже общаются где-то с залом, вот они, уже появляется вот эта связь зала и зрителя, и артиста, вот оно сейчас у них начинается. Мне это особенно нравится в Аматорском театре. Все-таки у профессионального актера, у профессионального театра в самом начале премьера, там, все это на нерве, а потом все-таки работа. Тоже накатывается, как ты говоришь, но потом все-таки это работа. А Аматорские актеры, они просто живут, это жизнь их, которая, это какая-то такая новость, такая своя краска жизни. Да, вот когда Аматором разговорили, я всегда говорю, вывозите на фестивали. Вот поехала вот сейчас, да, Черкассы, взяли мы гран-при, взяли мы приз. Это следующее, это будет немножко попозже. Актерам очень важно быть не мной режиссером, не мамой, папой, а чужими людьми, чужими городами быть оцененными. Вот давайте оценку и послушаем после спектакля. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что по моему обличию можно сказать про оценку, которую сегодня дают. Честно говоря, это очень здорово. Это на бис, это сегодня второй спектакль, который мы поддерживаем. Я вам очень благодарна. Я в захвате. Это такие эмоции, которые вы сегодня даете нам пережить. Это эмоции и позитив, и дружба, и трагедия. И вы видите эти слезы, эти слезы счастья, что вы нас заставляете эти эмоции переживать. Поэтому я склоняюсь низко вам, девчата. Альона, Анна, Зоя, я захоплюсь вами. Вы действительно уже на уровне профессионального. Поэтому я вам читаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я одразу не мав наміру говорить, хотів сказать и поздоровить пізніше трошки, бо тут були офіційні, всі заслужені, гарні, хороші поздоровления. Но поскольку тут пішла мова про запрошения, вчера произошла очень интересная, знаковая подія в Киеве. Вчера завершился 20-й международный театральный фестиваль «Мандрующие зерки» имени Шолома Алейхема. И с сегодняшнего дня начнется подготовка до 21-го театрального фестиваля. Как член Организационного комитета, заступник главы этого фестиваля, я запрошу вашу виставу на 21-й фестиваль. И что после этого надо говорить режиссеру-постановщику? Работать надо. Работать надо? Не останавливаться, работать, потому что если остановишься, мы сейчас вот... Виктор, ты столько, ну вообще ты действительно трудоголик. Здорово, что тебе повезло, что всё-таки ты, то, что ты делаешь, тебе по душе самому, ты не отрабатываешь, ты просто живёшь этим. Я не смог с вами поехать на фестиваль в Куркасу. Я тот спектакль тоже люблю, рай на земле. Тоже котляр. Тоже котляр. Тебе точно говори, как вы туда съездили, вот подробно вернёмся мы к тому спектаклю, как и что и... Тоже же вас пригласили, да? Да. Ну там не просто вот... Есть фестивали, которые не просто подал заявку и поехал. Этот фестиваль, театральная фортуна называется, это второй фестиваль, недавно в том году первый раз он проходил. Предварительно ты отсылаешь видео спектакли. И спасибо Николаевскому областному телевидению за видео. Пожалуйста, вот тут я рад. Да, это заслуга именно телевидения, что мы смогли отправить наше видео спектакль. Из 30 поданных заявок отобралось 12 театров, мы вошли в эти 12. Очень мощные театры, это Харьков, сцена 28, на Лермонтовской 28, очень сильный театр. Это Днепр, это Киев, это Черновцы, это Чернигов, ну много, 12 театров. И, конечно, мы волновались, когда ехали, потому что театр, вы же сами знаете, полгода. Там приезжают театры аматорские, которые по 60 лет аматорским театрам, по 8 лет. И вот мы такие новоиспечённые приехали, мы не строили себе иллюзии. И сельские, будем так говорить. Да, сельские, хотя вот в следующем фестивале в Камениц-Подорожске написали «Мистовоскресенский». Мистовоскресенский, приятно. А кстати, вот как вас вообще в самом себе, как вас воспринимают? Очень, с большим уважением, с большой любовью, считают вообще нас брендом, что мы бренд громады, что мы гордость посёлка, как бы, вот теперь же не посёлок, теперь три объединённых, Воскресенский, Калиновка, Пересадовка, и нас вот говорят, вы наш бренд. Потому что пока что особо мы только организовываемся, хвалиться нечем, но вот есть уже театр «Втык», театр «Даруна Кнеба», у нас театр песни спевочей про Веслечка, которые известны на всю Украину, скажем так, с вами выступлениями. Ну вот скажи, пожалуйста, может быть, коротко, но всё-таки, что такое, вот по всем этим фестивалям, которые ты побывал, очень кратко, что такое сейчас аматорское театральное искусство на Украине? Знаете, иногда есть такие профессионалы, я их так в кавычках называю профессионалами, которые вот так с пафосом относятся к аматорским театрам, типа, ну что это, дети балуются. На самом деле, давайте всё-таки копнём в историю и вспомним, что всё-таки театр «Калифеев» начинался с аматоров. И вся история театра начинается с аматоров, и кто не знает своего прошлого, они имеют права на будущее. И с крепостного театра, и волков также. Да, 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 вот с таких простых, да. Я хочу сказать, что аматоры, это, возможно, своеобразное будущее, много аматоров стало профессиональными актёрами, и это люди, которые воистину любят театр. Они работают не за зарплату, а за любовь к сцене. И за ваш этот фестиваль в Черкассах что вы получили? Кран-при и приз жительских симпатий, и приз за лучшую женскую роль первого плана, Олеся, которая играла, Вихрь, которая играла Регину, и лучший монолог фестиваля, тоже Олеся Вихрь, спектакль «Район из меня». И спасибо тебе за то, что ты пришёл, и успехов тебе, и до встречи в следующий раз с победой. Обязательно, спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!